Рассказ «Пенежский Пушкин», отрывок из которого я хочу прочитать, был написан Борисом Шаргиным к столетию со дня смерти поэта в 1937 году. В этот год писатели и поэты ездили по всей стране и рассказывали о жизни писателя, о его творчестве. А Борис Шаргин рассказывал о поэте у себя на родине, в Поморье, на Пенеге. И он прекрасно знал, что его слушатели, малообразованные или совсем неграмотные люди, что они обязательно отразят все услышанное в своих необыкновенно ярких пересказах. И так и случилось. Эти пересказы и легли в основу произведения Бориса Шаргина «Пенежский Пушкин». Ой, я но не насмотрелась Пушкина-то. А красивенькую, а пряменькую, какой губастенькую. Ой, и вот женочка рядом. И вот Наталья, это Наталья, это Генуа. Я говорю, красава холостому, как лошадка на воле, да? А он женился, влепил голову турку. А много у его подруг было, а он ноги и пусть всех зажалел. И глянь, вон Наташа-то на карточке. Глаза так серьезные. Волосы как яшерицы. Грудежка так гола. Якобы только на выставку, но пока стою возить. А она замуж-то с пятнадцати годов собиралась. Маленькая, не жарьте рыбы крупной. Женихи приедут, да к чему гушать будете, а? А женихи тяду газы дугою, и все мимо. Хоть на пирах и на балах она красивее все. А придана беретяном тряхнуть. А Пушкин на придана не смотрит. И вот он сватается у ейной маменьки. Подходит так торжественно, говорит. Маменька, вы бы мне бы, баба, Наташу вы дали. А она, я подумаю. Вам папа много ли деньжат-то выделят? Он говорит, а я на папу и не надеюсь. Я только на свое письмо. И вот свадьба-то вот ушла. И жажели молодой. И вот Натальюшка выспится, вылежится, вытешится. Потом будет коз плести. У нее зажигалка вот такая была, пучок завивать. Я говорю, где бы пошить, где бы чашечку вывать, нету. У Натальюшки шляпка наложена, ножка сряжена и погулять. Придет, так, рукавицы, катанцы мокрой кучей бросит. Пушкин подойдет. Он все высушит. Все выгладит. Стопочкой так сложит. И в ручки ей подаст. И вот он что-то спросит, а у нас как-то ничего. Ой, ложки по тарелкам разбросат, вот так вот порадят. Аж шесть хлеба сядет. Без хлеба. Сказать нельзя. Ну а как скажешь? Только вот не помню, Пушкина матка или сестра, кто куров-то вбиходила. Нету. Наталья по хозяйству не родила. Вот и живут у нее сзадью наперед. А с утра гости по хлебам ходят, вот так кувки топчут, курят. Вот так оскверно. А Пушкин курил и не курил. Не курил. Выпивать, конечно, он выпивал маленько. Но не курил. Нету на портретах ни с трубкой, ни с папироской. И вот не бывало от сотворения, чтобы такие многолюдные книги, в такой короткой век кто служил. И вот, который знакомый Пушкину, они спрашивают, Саня, да, говорят, все угомонится, в ночь что пишете ли вы? А он так, весна была, до кручей летел, кипел, ломал, а холодна пора, да куда-то не шевелится. Он долго терпел, долго он стихал, перебивался, все песнями отманивался от бед. А к Наташе, приезжий кавалер, Дантес запускакивал, противненькую такой, тонкую, как я, шевица. Ну и кутор знакомый Пушкину наговаривает, Саня, ты что в бумагах-то сидишь? Ты что, ничего не видишь? Он говорит, не надо, вы ничего не понимаете. А сам горю из сиха. Куда бежу, все, гресен, крат, петров, негде спрятаться от клеветы. И вот, ну не я досмотрелась, царь кавалера-то подослал, царь-то хоть бравый, вот как сунуть, колон, как палка прям, а плоть-то его убленилась, ему все ново надо. Он чего, царь от чего проуделывал? Он Пушкину жоночку на гулянках прелюбовал, а самому ей доступать неприлично. Он приезжего кавалера нанял, ему от делу тысячу посудил. И вот они укладывают с Дантестом. Жонку мы у него урвали, а теперь и надо самого убить. А не убить, так от его быть убитым. Пушкин этот заговор узнал и высказал Дантесту при народе. Мне с тобой говорить не с кем. Бесчестно мне от тебя рук марать, да уж негде деться. Давай, выходи на прямой бой. И вот тут была беда. Это вот месяцы января, в двадцать девятый день белые снеги кровью знаменуются. И не в городе, не в поле, в пусть и месте. Четыре человека приходили и четыре ружья приносили. И учинился дым с огнем по обе стороны. И вот где Пушкин, там все огнем удено. А где Дантест тут как дым. И вот царские палаты затряслися. Царь с вельможами по ямам сидя, они выглянуть не смеют. А кавалерин был стрелять-то в город. Он и пустил пули не в очередь. И вот шип. Звезду от месяца. Убил соломья в саду. И вот упал наш Александрушко за елочку, так ухватился. И говорит, ты рости-рости, елочка, без вельха. Ты живи-живи, Россеюшка, без меня. А знаешь, ударила Пушкина пули прям под сердце, а прошла межкрыл. И вот он пал на белые снеги, честным лицом об сыру землю. Пал-то и не встал. Который стоял выше всех, а склонился ниже всех. Кровь-то у нас прям рекой протекла кругом града. Семь днем не могли из реки воду пить. А он выкушал горькую смертную чашу. И начал с белым светом расставаться. Ты прости, красной солнце. Ты прости, мать и земля, и все на тебе живущее. Я в мире всем положен был, как знамя на стреляния. Летели в меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было место непочину, и я неволей знал горькую смертную чашу. И жене сказал. Натальюшка, миленькая моя, я устал, я рад спукует. В день покоя моего не плачу. И вот тут-то мы в новой псалме. Тут заунывное пение. Пушкин в глаза свежил. Город разбудился. Пушкину молко в городе громко стало. Пушкин в соборе лежит, застрелит. И вот к царю пристава летят. Народу в думах уж нет, они все у Пушкина. А у Пушкина лицо, веришь, светло и весело. Вокруг народное множество, вот мало да великое. И все плачут, да с притчатью. Звезда восточно на запад ушла. Жизнь пробежала, как речна быстрина. И молодость прошла. Правда, пение не слышно во многом-то плача. А царь все в окно вот в эти дни смотрит. Все шастает, вот так сошастает. И спрашивает, а почему все черно одены, как вороны? А ему отвечают. Вдов ственный. Дни. И вот знаешь, где в Пушкина стреляли, вот теперь там пустое место безугодное. Там ничего не растет, только в лесов свистит. И вот знаешь, Пушкин поминал. Я буду сказывать, вы все забудете. Нет. Я лучше в книжку свою спешу. И вот егало письмо. Как сказать, как вешеного, да. Сотворена река, и он отечет, да? Так и Пушкин землю посетил, напоил. А ведь все, что на свете есть, все у него поется. Вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ